Итак, всем привет, с вами Допгай, и мы продолжаем играть за Герингию в Кайзершизу. И если вы вдруг слышали слухи о том, что из психополиции сбежал пациент, рассказывающий всем про Герингию, Металяфрику и самого Геринга, не верьте этим гнусным слухам, они никак не связаны со мной, ведь мой пробег провалился. Ну а мы же продолжаем играть за эту прекрасную страну. Давайте-ка быстрый дайзер джесс того, что происходит в мире. Бразилия воюет в Южной Америке со странами интернационала, вообще он здесь достаточно слабый всегда в Кайзершизе. В Америке происходит еще большая шиза, гражданская война закончилась, НКР независимая, здесь посредине, кстати, штата Америки, но они потеряли один стейт Канаде, потеряли еще здесь вот Новую Англию, теперь это Новая Ирландская республика, и Луизиану отдали, я так понимаю, Франции, типа, потому что они бывшие их земли, либо это просто так они замерились с вот этими странами, и сейчас все будет продолжаться, посмотрим. Такая выглядит очень странно. Я думаю, мы сейчас здесь будем на юг идти, потихоньку вот эти страны завоевывать, потом победим все-таки приказ Израиля, и потом уже, может быть, опиямем войну Антантия. В России гражданская война вот эта вот завершилась никак, и пока что вообще ничего дальше не происходит. В принципе, вот эти ребята ничего не делают, вот эти ничего не делают, в Вильдкрик второй они так и не вписались никто, в общем-то здесь пока что все начали на расслабоне. А Япония, кстати говоря, очень успешно пока что покоряет Китай, по ощущениям. К сожалению, Монголия, если что, вступила в Альянс с Дальневосточной республикой Трансамур и снова в Новый Тихоокеанский... Ага, я понял, Япония смогла одолеть вот эту вот часть Америки, и возможно, это сломало часть войны, что ли. Скорее всего, она кого-нибудь капнула здесь, в Великую Державу. Из-за нее улетела и эта страна, потому что я не думаю, что Ишка оселил бы Выстку вот так далеко. Так что я думаю, как-то это по-другому закончилось. А тем не менее, Япония выглядит вполне себе тоже солидной. Ну и конечно же, очень солидно выглядим мы. В Вьетнаме руководит Кирмингеринг. Поехали, нам еще предстоит завоевать всю Африку. И едем мы вот сюда уже, нашими войсками. Конец гражданской войны в США произошел, да? Ну, как я и сказал, очень странный на мой вкус, но ладно. Но здесь, кстати говоря, снабжения вообще нет, поэтому давайте-ка не будем тормозить и по-быстрому сразу в атаку, потому что, видите, у этих войск тоже есть некоторые проблемы, я бы так это назвал. Они сейчас у нас в неком окружении, что они на нашей территории находились в это время. Надо постараться побыстрее с этим закончиться. И мы смогли кое-что выбить, но не так, как я бы этого хотел, по крайней мере, это произошло. И основная проблема в том, что здесь нет снабжения, поэтому я строю ЖД вот отсюда, и вроде как у нас по речкам туда снабжение проходит. Так что, думаю, вроде должно запятаться оно. Да, да, отлично. У нас здесь есть снабжение, заживем. И произошел какой-то троллинг, они объединились в одну страну. Ну, допустим. Как говорится, странно, ну, допустим, ладно. Тогда что? А, у нас, кстати говоря, не против всего. Вот здесь вот этих стран, что ли, не было до этого, поэтому у нас нет против них, как бы, или что? Но почему-то нету. Окей, тогда про них забудем. Давайте отправляемся вот сюда. Да. Так, давайте даже, наверное, прорывем, что ли. Поехали. Нужно продолжать увеличивать наши территории. Действительно говоря, я вижу, атаки не прекращаются. Видите, у них организации устанавливаются, значит, они ее теряли в атаке. Сейчас, наверное, снова атакуют. У нас эти ребята уже ветераны, что меня не может не радовать. Супер. И я бы хотел вообще РСЗО добавить сюда когда-нибудь. И вообще мы уже это можем сделать. В принципе, уже нормально. Это достроят как? Окей. Пехотки очень не хватает, конечно. Да, но пока с этим, блин, ничего особо такого не поделаешь. И я думаю, можно было бы еще делать вот так, только единственное... Я хочу делать огнеметные танки себе на помощь. Хочу так сказать. Единственное, я не уверен, что нам столько надежности нужно, верно? Поэтому можно как-нибудь вообще вот так им сделать. Это все-таки огнеметные танки? Или это слишком? Надо подумать. Короче, наш злобный гений выдал что-то вот, наверное, такое. Я думаю, что у нас вот эти танки, по-моему, 6,6 едут, верно? А нет, они идут 7,2. Значит, мы делаем под 7,2. По той простой причине, что они пойдут на штанковые дивизии. Ну, батареизованные танковые. И надо, чтобы скорость у них совпадала. В принципе, точно так же. На противопихотную атаку пойдет. Я думаю, пойдет. Стоит 8 всего лишь. Один военный завод мы на это, я думаю, дело выделим, и будет нормально. Блин, здесь ребята начали еще до нас воевать. Мы еще не успели даже все на позиции. Только-только-то я, точнее, я бы сказал, успели. Надо поэтому срочно двигаться сюда, я думаю. И вот вам двигаться вот сюда. Поехали. Срочно. А, кстати говоря, Польша капнула. Смотрите-ка, она заходила, да, видимо, в войну. Как я и говорил, даже в Фицаре, кстати говоря, на стороне Рекс-Пакта, у интернационала здесь шансы какие-то всегда жиденькие очень. Потому что, ну, в Испании они не побеждают, в Италии здесь они не побеждают. На Франции и Британии против Германии. Но даже в Ирландии с ними зашла все равно. Маловато, нужна Россия. Но Россия стоит, ждет. Вот как говорится. Мы пробились сюда, вот. Вопрос мы успеем занять? Вроде успели. Таким образом мы должны их капнуть и получить большую часть форскора. Но север передалкают пушки, мы их возьмем. Ну-ка. Да, и мы сможем получить себе... А, ну мы и так, и так получаем все территории. Отлично. Супер. Ведь это наши национальные территории. Как и почти вся Африка теперь, по крайней мере, промышленная. И мы получаем новую промышленность этого, новых людей. Пинтовки, кстати. И теперь давайте-ка опять-таки... Все вот эти ребята теперь переходят вот сюда. И готовятся к новой войне. Поехали. Кстати говоря, здесь новые дивизии готовы, в принципе. Супер. Нам как раз их очень не хватает, честно говоря. Всего лишь 11, это мало. Мы еле фронты закрываем. Я уж не говорю о том, чтобы где-то иметь больше, чем одну на фронт дивизию. Кстати, у нас таким образом шпронт расширился с Южной Африкой. Надо две дивизии, пожалуй, сюда перебросить. Кстати говоря, как тут вообще справляемся? 170 тысяч они отдали. Кстати говоря, Мау-Мау очень тоже много на себя берет. Вообще, союзник, как я и сказал, полезный будет. И он реально оказался полезным. Я этому очень рад, кстати. И чуть-чуть улучшаем нашу вот эту дивизию. Добавляем им РСЗО и как раз-таки легкие огнеметные танки. Супер. Потихоньку, потихоньку мы становимся сильнее. Так, наши войска готовы. В принципе, я думаю, можно уже начинать. Шансы у нас кое-какие. Здесь сюда. Давайте-ка, наша одна дивизия. А, их две. Блин, ну не-не-не, выглядит не очень интересно. Лучше пускай сюда они атакуют. Здесь сделают успешный тузовый маневр. И как бы уже потом разобьют эту атаку, когда вот эти дивизии вайпнутся. Здесь мы, конечно же, успешно прерываемся сквозь ополчения. Тем более нашими матризованными единицами. Как раз-таки вот здесь вот мы, я думаю, очень хорошенько матризованными единицами повоюем. У нас генерал, я думаю, раскачается в один момент. Если говоря, он рейнджера почти выкачал. Может, его поменять на кого-нибудь было бы интересно. Хотя, ладно, пускай качается, мужик. Да. А мы продолжаем душить. Не добывайте. У нас теперь есть авиация. О, да. И это очень полезно, на самом деле. Потому что, опять-таки, это плюс урон. Понемножку. Пока что, конечно, немножко. Как бы, да. Сюда, блин, не зашли. Короче, здесь вот какие-то процентики там маленькие. В атаке. А. Своя база перестала работать из-за снабжения. В общем-то, по несколько процентов. Ну, это все считается. И это все очень полезно. Так, а что здесь случилось? Такое непонятно. Но вроде все должно было быть хорошо. Да, все и так хорошо. Просто они притворятся, что нехорошо. То есть вот наша одна дивизия с щитком побеждает. Их три дивизии. Сейчас еще одна такая подъедет. А, нет, ладно, да, это пехота, они послабеют. Тем не менее. Тем не менее, кольцо сжимается. Тузовое кольцо сжимается. Да, у нас все отлично. Сказали говоря, можем попробовать вот здесь вот. А, нет, я хотел, если отсюда можно было бы помочь. Я бы, наверное, попробовал сюда перейти. Но если так нельзя, то не буду. Это не сильно эффективно выглядело. Давайте-ка сделаем. Вот это добьем? Да, отлично. Это мы тоже добьем. И потом уже отправимся сюда полностью штурмовать эти оставшиеся территории. И, кстати говоря, я думаю, мы отсюда уже перейдем на территорию Южноафриканской Республики. И сможем добить эти две страны. Полностью ликвидировав всех наших противников на континенте. Все еще у нас здесь есть соперники. Но противники закончатся. И скоро мы достроим наш прекрасный крейсер. Вот да. И так заживем на море. Кстати говоря, снабжение, если что, было вот в этой самой дивизии, самой последней, которую мы берем. Поэтому, до того, как мы их не возьмем, у нас снабжения здесь нет. Ну, либо пробиться вот сюда, то тоже не так просто, на самом деле. Ну, как? Точнее, было не так просто, но в целом, вообще, ощущением реально. Надо только потужиться. Но со снабжением все вообще становится просто. Как бы, да. С снабжением, конечно, воевать сложно. А с ним все очень реально. И только грузовиков у нас, конечно, очень мало. Надо повеличить производство, потому что у нас в девятих их много. На снабжение надо больше. Сказать, тратим мы их больше, чем обычно в обычных играх. Ну, и вот мы забираем их в столицу. Я думаю, после этого, да, без проблем сможем уже их полностью ликвидировать. Как бы, этот щиток просто, ну, невероятно помогает, я думаю. Итак, зомби капитулировала. Отлично. Мы ее все забираем. Я думаю, разбираться уже с Африкой. Точнее, с Южноафриканской республикой. Я думаю, эту территорию мы им отдадим. В том смысле, что у нас здесь есть прикрытие наших союзников. Мы просто заходим вот сюда, я думаю, и быстренько проносим все их основные точки. И они сдаются. Как бы, в броне противника самое главное найти ту зубую точку, в которую легко проникнуть. И найти потом там точку джина, которую надо надавить, чтобы они сдались. Это простое искусство войны. Кстати, я думаю, нам бы вот этот поставить скорость дивидии и потерять организации, потому что мы, в принципе, на моторке переходим, и нам реально скорость будет пробафать. Я думаю, мы исследуем новые легкие танки. Мы исследуем здесь вот эти, хотя, ладно, мы уже и так максимум исследовали. И мы реально будем стараться в 12 скорости вкладываться, потому что вот, на моторке 12 едут. Поэтому мы после этого новые легкие танки сделаем по 12 км в час и будем просто нереально быстрыми в супермендельной Африке. А там пал Париж, кстати, в Европе. Ну да, все, Германия уверенно вошла. Видите, они тоже воспользовались моей тактикой. Как бы, да, нашли слабую точку. И на нее надавили. Ага, тут, тут у нас, кстати говоря, вроде все тоже без проблем. Они очень много ресурсов потратили до этого, поэтому, да, мы их просто очень жестко давим. Можно еще и авиацию сюда добавить, я думаю, с ней все будет еще лучше. Ну, в принципе, вот то, о чем я говорил. Блин, все еще не то, о чем я говорил. Но поддержка с воздуха точно то, о чем я говорил. 14% атаки за просто 49 самолетов, это уже шикарно. Может, здесь будет работать? Блин, все еще нет, все еще истребители как-то... Блин, ну им не хватает, видите, для приостового воздуха и покрытия. Они очень слабенькие, им не хватает покрытия, и поэтому приостовое слабое. К сожалению. Тем не менее, все еще, конечно, каждый процентик решает, но поддержка с воздуха, конечно, решает намного лучше. И наши войска успешно. Вот здесь вот все пооккупировали, но все еще, кстати говоря, они не капают, хотя мы все точки забрали. Но должны уже вот-вот, я так полагаю. И здесь тоже самое. Прорывы успешные, тоже мы работаем по их точкам G. Ну, вроде идут капитуляции, но тоже очень не спеша. О, Юго-Западная Африка капитулирует, супер. Остается лишь Южноафриканская Республика, супер. И мы начинаем уже готовить полноценную матризованную армию. Ну а что? Ну и вот разрезали мы их на несколько кусков уже. В принципе устраиваем неплохую нарезку. Да, почти, почти. Блин, ну как-то уж очень они яро обронятся. Ну блин, сотка поддержки войны, ну конечно. Поддержка войны какая-то прям безумная, я бы сказал. А, вот и все. Кстати говоря, видите, тоже мы запотели у них авиацию, запотели у них ресурсы. Это все приятно. И вопрос, это, блин, нет, это не наша национальная территория, хоть часть, да, наши национальные. Здесь вот где-то подчинение есть, видимо они и набирали, да. Нормально. В целом я доволен. Верфей только не добавился, я бы хотел на самом деле. Нам все-таки еще кринж-марины какое-то поднимать, верно? Нам нужно точно больше моторок, нам нужно больше танков. И в теории я бы хотел, наверное, больше огневетных танков тоже. Поехали. Ладно, раз верфей не захватываются, то мы построим их. Ужас. Вот так, здесь мы немножко обучаем наши войска. Давайте сделаем уже вот так. Нет, ладно, блин, даже без модов. Не так много моторок. Мне нужно всего два пункта авторизовать. Мне столько не нужно, как они нас попросили. Сколько здесь будет строиться порт? Такой вопрос. 14 дней. Нормально, нормально. Меня устроит. В принципе, меня устроит здесь порт. Можно было бы еще к нему уже депп проложить, я думаю. Я бы тоже это устроило. В некоторой степени. Ну, типа, на будущее это нам может пригодиться, перебрасывать войска. Да. Так, только вот это немножко по-другому. Так, я думаю, подстроить можно было бы. А пока что мы готовимся. Так, значит, режим нет. Воевать с Анголой. Дотренируем мы немножко нашу авиацию вот здесь. У нас, кстати говоря, есть новая авиация. Кайф. Сейчас мы ее всю подмержем по возможности. У нас здесь есть морские бомберы. Вау. Подмержем. Тренироваться только днем. Даже мы вот так можем сделать, кстати говоря. Отлично. Наш воздушный флот тоже растет. Прекрасно. И мы, кстати говоря, качаем еще одну доктрину. Я думаю, мы пойдем, наверное, в правую. Чтобы повоевать в Африке. Здесь никого нету танков. Я думаю, нам не так это интересно. И у нас не так много авиации. А здесь больше бафа для пехоты. И да. Так что пойдем в правую. Потом к Европе. Я думаю, если мы пойдем туда. Я вообще не знаю. У нас фокусы обновятся? Нет. Надеюсь, да. Но, походу, нет. Если нет, то, конечно, звучит грустно. Так. Так, давайте сохранимся. Но я так понимаю... Нет, нет, нет. Это мы выделим страны. Да? Да. Нет, все. Оккупация. У нас только один вариант оккупации. И мы все стабильность тапаем при этом. Падение Лондона. Германия смогла высадиться в Британию. Кайф. Для них. Для нас не знаю. Нам, наверное, плюс-минус бедрать, что там будет происходить. Кстати говоря, здесь происходит война Японии с Антантой. Ммм. Это таки нам вы... Да, да. Это звучит очень выгодно. Да. Я точно не шпион из приказа Израиля. Вот. Вы забудете то, что я говорил несколько секунд назад. А мы предлагаем строить военные заводы. У нас есть первый крейсер. Давайте подведем наш флот. Хотел бы я сказать. Я только боюсь, что они будут против. Но вообще у нас есть авиация. Если они вдруг попробуют перехватить, тогда ладно. Мы справимся с этим. И... О, подождите. Рейнхард Гидрих у нас. Но, к сожалению, я думаю, нам не сильно интересно. Нам интереснее поставить здесь лучших из лучших. И поднимись немножко поролять адмиралов, я думаю. Да. И взять себе какого-нибудь, наверное, лучшей атакой. Потому что вообще обычно, конечно, лучшая маневренность намного важнее. Что-то размещение дает при, я бы сказал, больших странах. Но у нас всегда будет меньше кораблей. А если у нас внезапно станет больше кораблей, значит, что мы их захватили в флот. И нам уже плевать, какой он с адмирал. Так что я думаю, этот красавчик возглавит наш флот и будет с ним успешен. И слушайте, что за вторая доктрина без артиллерии в дивизиях? Верно? Поэтому, я думаю, время добавлять их. Опыт у них есть, поэтому это делает их еще сильнее. У нас шикарные дивизии потихоньку делаются. Кстати говоря, у нас... Вот они, наши новые танки. Все улучшенные легкие огневые танки. Это вот это, да? Нам нужно модернизированные. Я же правильно понимаю, что это не оно, да? Да. Улучшенного модернизирования. Ну да. Это все устаревает. Это, я думаю, устаревает. Надо будет сейчас делать новые танки вот из этого. И, кстати говоря, вот, например, конференция с Британией. Германия все просто съела. И сейчас, наверное, что-нибудь повыделяет. Ну и в целом, я думаю, готовы к нападению. Плюс-минус у нас уже достаточно обычные войска. Достаточно обычная авиация. Чтобы быть просто, ну, эффективной хотя бы. Поэтому поехали. Все войска готовы объявить войну. И там, кстати говоря, еще что-то как будто построили. Ой, 13 военных заводов мы сейчас взволтаем. Поехали. Ну и проблем просто, ну, нету. У нас слишком хорошие дивизии по сравнению с их. Я бы еще, знаете, что потом сделал. Я бы еще в нашей моторизованной дивизии, я ему иконочку поставил получше, добавил еще сюда моторизованную артиллерию. Либо вообще, я бы добавил туда вот такую вот моторизованную ракетную артиллерию. Вопрос, что быстрее. И ответ мы не узнаем, пока ее не исследуем, по-моему. Я, по крайней мере, не вижу, чтобы здесь где-то было написано ее скорость, верно? Ну да, ее здесь просто нету. Вот и узнаем. Третий вельдкрик, смотрите-ка. Антанта объявила войну Герм... Ой, ну это все, это хорони Антанту. Французская республика, ты это. Только не спешу умирать, я сейчас приду за Африкой. Так, а под новыми верхами мы начинаем уже побыстрее строить наши кораблики. Это очень хорошо. По 15 мы сможем их сделать, верфей. Вот еще две достроим, я думаю, нам в принципе хватит. Плюс-минус на то, чтобы солидный флот организовывать. В гору, конечно, попроблематичнее, но слушайте. Нормально. Я считаю, все еще нормально. Я думаю, пора нам и штурмовиков добавить нам, поэтому давайте. Ничего умудренного, просто противотанковое орудие, потому что это максимум штурмовые атаки. Конечно, у нас уже есть технические и ракетные направляющие, они не дебафают маневренность. Но мне нужен максимум авиаштурмовой. Опять-таки, здесь ни у кого нету истребителей практически. А тех, что есть, мы сможем подавить своими. Так что я думаю, максимум авиаштурмовые атаки это то, что нам надо. Плюс сбрасываем топливные баки, конечно же, ради дальности и вот это вот ради защиты. Я бы еще добавил сюда, конечно, вот эти вот топливные баки на защиту, что у нас резины дофига есть и будет. Но у нас вес уже максимум. Это уже на следующих движках, я думаю, на следующих самолетах. Просто смотрите, как мы их продавливаем здесь. Они просто не успевают ренпорсить свои дивизии. И знаете, что я бы сделал? Я бы остановил тут наступление. У них потому что очень много, по ощущениям, там снаряжения, да? Мы его хотим. У нас... Мы бедная страна, мы не будем таким брезговать. И мы все сюда подведем. Выбьем вот эту провинцию. Они капнут. Все идет сюда. Так у нас, блин, дивизии не туда пошли. В любом случае, они капнут. И мы получим это снаряжение. Должны, по крайней мере, большую ее часть точно. Не так много, но... Каждая, каждая мелочь приятна, как говорится. Очень нормально. И думаем, вот с этими что делать будем? Я думаю, мы с одной какой-то стороны постараемся наступление вести просто. Не будем сильно мудрить с какими-то окружениями или еще что-то. Просто вот так. О, вторая русско-японская пошла. Ну-ка. Да. Слушайте, япония выглядит очень сильный. Очень сильный. Она объявила войну... Да, она воюет при этом все еще с очень большим количеством стран. Но она выглядит солидной. Посмотрим, что произойдет и как это произойдет. Если говорить, теперь Россия воюет на одной стороне с Германией. Блин, а они начнут когда-нибудь как-нибудь воевать. Если говорить, сибирская война очень задебафала республику Трансамур. Я чувствую, под этими дебафами их должны прям снести. Потому что здесь еще и армия больше. Пойдет ли только потом Россия на Германию? Не ясно никак. Конец испанской гражданской войны. Наконец. Синдикалисты победили. Но уже поздно. Синдикалисты в мире тоже уже победили. Ну, я думаю, уже в принципе пора опять-таки наступать. Опять делаем так. Делаем боевые задания. Авиацию, думаю, можно чуть-чуть вот так как-то получше регион будет покрывать. И объявляем войну. Опять-таки мы здесь захватили нации территории. Получили кучу промки. Очень я, конечно, всеми этими захватами доволен. И начинаем потихоньку следовать вот эти атомные исследования. И будем потом идти в эти ракеты. Потому что они нам нужны. Мы идем через как раз-таки ракетные вот эти вот... Ракетную артиллерию РСЗО. И мы пойдем вот сюда. Так что да. Нам исследовать ракеты, я думаю, очень даже полезно. Ну, я здесь не вижу никакого особого сопротивления. У них там дивизии, видимо, нету. 9-57. А где? Допустим. Вадение Алжира. Франция. Да, все, Францию задушили. Полностью. Теперь-то Германия. Блин. Я не смогу получить халявную Африку? Ну, ладно, посмотрим. Ну, и мы начинаем заниматься ядрощенствами. Какой-то такой у нас будет легкий танк. Движки почти максимум. Дальше, я думаю, не сильно стоит. Хотя, ладно. 87-58 еще нормально. Мы еще, может, подкачаем эту надежность с групп поддержки. Причем, я вкачиваюсь максимум в броню. Но вот эта броня я качать не могу. Потому что у меня тогда слишком пострадает скорость и надежность. А мне я особо уже больше... Хотя как. Типа так вот. Но опять-таки. Когда мне нужно двигатель больше. То есть, ну, это не сильно хороший размер. По моим ощущениям, мы все-таки сохраняем скорость. При этом большую броню настолько, насколько сможем. То есть, наклонную поставил за счет стоимости производства. Танки стали сразу, по сравнению с прошлыми, по-моему, в два раза дороже. Ну, да, примерно. Но, я думаю, нормально, нормально. Потянем. Все-таки мы растем. Нормально. На вырост работаем. И огнеметы тоже надо. В огнеметах, конечно, так много брони не нужно. Я думаю, да и надежности так много не нужно. Самое главное. Так что можно чуть-чуть будет поменяться. Ну, я думаю, выглядит как что-то, что опять-таки... Пойдет. Пойдет. Вообще нет. Слушайте, вот эта броня... Да, нам она такая не нужна. Это просто бесполезно. Две единицы, ничего не сделают. Опять единиц стоимости. Это очень много. Ну, и... Вот это, наверное, можно еще убрать. Сейчас снизив надежность. Ну, при этом снизив стоимость. Я думаю, да, звучит разумно. Давайте. Наши новые танки легкие. Поступают на производство. Это, конечно, проходит очень быстро. И я думаю, эти огневотные танки, кстати говоря, зарядим еще и в пехоту. Как у нас появятся на это мощности производственные. Что, в принципе, я думаю, будет достаточно скоро. И мы получили моторизованную реактивную... Ракетную, точнее, артиллерию. Можем теперь потестить, что будет по скорости. 12, а у этой тоже 12. Значит, нужно думать по статам. Ну, и все выглядит достаточно простым. Простым, точнее. Я бы сказал. Ракетная артиллерия выглядит получше по прорыву и по противопихотной атаке, а обычная по противотанковой и по защите. То есть, ракетная выигрывает. Пусть еще ракетная даже чуть-чуть дешевле оказывается. Любопытно. А РСЗО... РСЗО просто проигрывает. По всему, кроме, пожалуй, цены. То есть, ну, цена, она мне так сильно важна уже. Я думаю, нам нормально будет добавить и вот этой. Я думаю, как-то вот так мы будем делать. Но, опять-таки, когда мы их произведем, надо немножко поделать побольше. Разбили мы достаточно неплохо их войска. В принципе, они должны капнуть уже вот-вот. Да. Наши войска показывают себя просто шикарно. С каждой новой страной мы все лучше и лучше. Нам добавлялось сначала патризованные войска. Потом легкие танки добавили на пчаток. Потом мы их улучшили. Потом мы добавили авиацию. Улучшили шаблоны. Уже воевали с авиацией. Планированием. С хорошей численностью. Наша страна просто растет на глазах. На, так сказать, на наших глазах. И не поднял, а по часам. Буквально. А вот и капитуляция подъехала. Отлично. Эта страна в копилку прекрасной Великой Геринги. Думаю, пора разбираться с приказом Израиля. Но это все будет уже в следующей серии, ребята. А это подошло к концу. А с вами был Дубгейм. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Группа Тискорда, ребят. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.